Сегодня 5 февраля. Свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых – Климента, Агафангела, Серафима, Евдокии, Екатерины, Милицы, Геннадия. Сегодня Православная Церковь совершает память священномученика Климента и мученика Агафангела. Священномученик Климент родился в галатийском городе Анкире в 258 году от отца язычника и матери христианки. В младенчестве лишился отца, а на 12-м году и матери, которая предсказала ему мученическую кончину за веру во Христа. Усыновившая его женщина София воспитывала его в страхе Божьем. Во время страшного голода в галатии некоторые язычники бросали своих детей, не имея возможности их прокормить. И София собирала несчастных к себе, питала и одевала их, а святой Климент помогал ей в этом. Он учил детей и готовил их к принятию святого крещения. Многие из них впоследствии скончались мученически за веру во Христа. За добродетельную жизнь святой Климент был поставлен в чтеца, а затем в диакона. В 18 лет получил сан пресс-фитера, а в 20-летнем возрасте был рукоположен во епископа Анкирского. Вскоре вспыхнуло гонение диаклетиана на христиан. По доносу привлечен был к ответу и епископ Климент. Правитель галатии Домитиан пытался склонить святого к поклонению языческим богам, но епископ Климент твердо исповедовал веру Христову и мужественно претерпел все мучения, которым подверг его лютый наместник. Его вешали на дереве, резали тело острым железом так, что видны были кости, жестоко били палками и камнями, вертели на колесе и жгли на медленном огне. Господь хранил своего страдальца и чудесно исцелял его истерзанное тело. Тогда Домитиан послал святого в Рим к самому императору Диаклетиану с донесением о том, что епископ Климент был жестоко мучим, но оказался непреодолим. Диаклетиан, увидев мученика совершенно здоровым, не поверил донесению и подверг его еще более жестоким пыткам, а затем заключил в темницу. Многие из язычников, видя мужество святого и чудесное исцеление его от ран, уверовали во Христа. К святому Клименту в темницу стеклись люди для наставления исцелений и крещения, так что темница превратилась в храм. Многие из них по доносу были казнены императором. Диаклетиан, пораженный удивительным терпением святого Климента, отослал его в некомедию к своему соправителю Максимиану. По дороге на корабле к святому присоединился ученик его Агафангел, избежавший казни с другими исповедниками и желавший пострадать и умереть за Христа вместе с епископом Климентом. Император Максимиан отдал святых Климента и Агафангела правителю Агриппину, который подверг их таким нечеловеческим истязаниям, что даже в зрителях язычников вспыхнуло чувство сострадания к мученикам, и они побили камнями мучителей. Получив свободу, святые исцеляли жителей города возложением рук, крестили и наставляли людей, стекавшихся к ним во множестве. Снова схваченные по распоряжению Максимиана, они были отправлены на родину в город Анкир, где князь анкирский Куриний вновь подверг их мучениям, а затем отослал в город Амиссию к наместнику Даметию, отличавшемуся особой жестокостью. Во миссии святые мученики были брошены в кипящую известь, пробыли в ней сутки и остались невредимы. С них сдирали кожу, били железными палками, клали на раскаленные железные кровати и поливали серой. Святым все это не вредило, и они были отправлены в Тарс для новых мучений. По дороге в пустыне святому Клименту по его молитве было дано откровение, что он еще 28 лет будет страдать за имя Христова. Претерпев множество мучений, святыли были заключены в темницу. После смерти Максимиана святой Агафангел был усечен мечом. Святого Климента освободили анкирские христиане из темницы и отвезли в пещерный храм. Там, после совершения литургии, святой возвестил верующим скорое окончание гонений и свое близкое отшествие. Святой мученик действительно вскоре был убит войнами города, ворвавшимися в храм. Святому отсекли мечом голову во время принесения им бескровной жертвы. Святой мученик 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 Продолжение следует...